И снова здравствуйте! И мы возвращаемся, как можно догадаться, к нашим головастикам. Их количество с последнего раза сильно увеличилось, потому что я сходил и набрал в пруду еще несколько десятков головастиков, и общее число их составляет теперь 69. Головастики оказались достаточно неприхотливы к воде. Единственное, что я ее кипятил и отстаивал пару дней. Но даже в измененном балансе воды, то есть фактически с водой из-под крана, новые головастики успешно прожили в мелководном аквариуме, в котором была еда, фильтрация и вот такие вот водоросли. Кладофора называется в виде зеленых шариков. Как можно увидеть, головастики, набранные из пруда, немного темнее по своему окрасу, чем те, которые длительное время жили в аквариуме. К тому же из-за температуры воды их развитие несколько застопорилось, поэтому они набирали вес за счет того, что кушали, но не развивали ноги. В то время, как головастики, которые прожили более трех недель в аквариуме, уже хорошо развились, развили задние лапки, а некоторые из них развили даже передние лапки, став почти лягушечками. Собственно, сейчас и хвост постепенно рассасывается, хвост и голова. Голова также подвержена изменению, поскольку меняет способ дыхания с жабрового на легочный. И вот здесь мы можем увидеть уже практически полностью сформировавшегося лягушонка. Вот он такой маленький сидит поверх колдафоры. Можно увидеть, что сидение наверху не доставляет ему никаких неудобств, а даже наоборот, значит он полностью перешел на легочное дыхание. Как бы поближе сделать, чтобы не спугнуть малыша. Вот он маленький лягушонок, так называемая сигалетка. В отличие от головастиков, он уже меньше сопротивляется тому, что его можно взять на руки. Ну, скорее всего, это свойственный инстинкт в попытке дышать воздухом, а не жабрами водой. Ну, раз он уже буквально несколько минут сидит на этом шарике, значит он уже полностью приспособлен для дыхания легкими. Собственно, хвост, как видим, тоже рассасывается по сравнению с остальными головастиками. Сильно изменилась голова, появился некоторый окрас на шкурке и вдоль лица. О чем можно судить, что он практически полностью готов жить и питаться, как лягушонок. Показывает себя. То, что плавит вокруг, это рыбный корм, чтобы они после временного переселения в этот лоточек не сильно стрессовали. Ну, как еще не стрессовать? Дать немного корма. Может быть, опытными террористами это не рекомендуется, но они в этом лоточке временно. В качестве передержки, пока я менял воду в аквариуме. Сокцентирую внимание на нашем лягушонке и попробуем его. Оп, упрыгнул. Сейчас он будет искать точку выхода. Это другой лягушонок. Он уже не так сопротивляется тому, что у него тут пытаются взять на палец. Вот. Все, полностью сформировано люкачное дыхание. Собственно, скоро я их выпущу в аквариум. В аквариуме я уменьшил глубину воды, чтобы кладофоры вот так вот выступали над поверхностью и на них можно было забраться. Ну, в качестве дополнительных островков для лягушек. Так как, само уезжая на дачу, не нужно обеспечить им пристойные условия для выживания. И я надеюсь, с ним ничего не случится, когда я вернусь. В качестве корма буду по-прежнему использовать рыбий корм, так как остальные головастики еще не трансформировались. А в качестве дополнения у меня есть, так называемая, артемия. Сейчас я ее возьму. Вот такие вот живые ручки, я не знаю. В общем, живой корм для аквариумных рыб. Говорят, очень... Ну, живой корм всегда лучше, чем сушеные. Тем более проверенные лягушата их неплохо едят. Точнее, головастики. Будем надеяться, что лягушечки тоже попытаются их съесть, либо они просто будут ждать, пока рассосется хвост. А дальше уже будем думать, как их кормить. Тут можно сагнитировать внимание, что вот этот лягушонок еще не преобразовал свою дыхательную систему. Его голова все еще большая и все еще дышит жабрами. Ну, в принципе, очень занятно наблюдать за метаморфозом. Содержать головастиков лягушек достаточно просто. В качестве эксперимента юным натуралистам можно их держать даже в трехлитровой банке. А вот когда они подрастут, здесь уже, как говорят, все начинаются проблемы. Я очень надеюсь, что смогу этих проблем избежать. Но посмотрим, чем будет питаться наш лягушонок в ближайшем будущем. Ну, а на сегодня с головастиками все. Продолжение следует...